Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Предлагаю просто один вопрос на обсуждение. Такая маленькая беседа. Ни для кого уже не секрет, что наше состояние внутреннее, это и есть качество нашей энергии. И вот как раз вот это качество и определяет наше пребывание в том или ином мире. То есть практически мы от количества перешли уже в качество собственных состояний. Раньше нам нужно было насытить одно событие, второе, третье, а сейчас уже этого нет. И вы желаете, пусть одно будет событие, пусть одно будет впечатление, но яркое, красочное, интересное, глубокое. И тут же хочется сказать, а на глубине что? На глубине вас что? Не все так у нас там уже убрано, освещено, прибрано, освобождено. Ну как хотите. Поэтому мы исследуя свои собственные глубины, натыкаемся на негатив. Но чей он? Конечно наш, наше восприятие, наше впечатление. И иногда мы не успеваем его переработать, не успеваем его трансформировать. И конечно находимся в этих негативных состояниях. И это не значит, что это плохо, что я прямо там вляпалась куда-то. Это значит, что пришло время мне разобраться с тем, что было ранее накоплено. Или чем ранее была я впечатлена. Или освободиться от старого представления о мире. И вот я вам предлагаю такую практику. Представьте себе некую цистерну, емкость, мешок, сосуд. Вот все, что вам нравится, как то, куда можно сбрасывать. Наполненное светом. Попросите наполнить этот сосуд, этот мешок энергии первотворца Вселенной. То есть чистым светом. И в этот свет вы выбрасываете все, что вам уже не нужно. Из вашего глубинного внутреннего мира. Может быть это жадность. Может это невежество или предательство по отношению к себе. Может это не любовь к своей женщине или к своего мужчине. Вот это вот вы сами уже увидите, потому что оно сейчас у вас уже на поверхности. И в этом свете, в этом мешке растворяется абсолютно все. Это было предисловие. А поговорить мне хотелось с вами о выходе из ситуации. Да, вот сейчас непростые ситуации. Но ведь это и есть экзамен. Это и есть то качество жизни, которое определяется вами через ваш собственный выбор. Например, жить в мирном любящем обществе. Почему нет? Это и есть ведь качество жизни. И вот когда вы будете рассматривать любую свою ситуацию с позиции того, что вы всегда знаете выход из этой ситуации. И вы всегда идете к качеству собственной жизни. И кто же вас ведет? Вас ведут ваши высшие состояния вас. То есть еще одну можно практику сделать, когда вы встречаетесь на нейтральной территории со своей версией, допустим, из золотого века. Вот я здесь и сейчас встречаюсь со своей версией из золотого века. И прошу наполнить версию меня самой из золотого века божественной энергией любви, принятия, нового восприятия жизни. Но что самое приятное, что я могу прямо сейчас вместе с вами здесь записать на свой диск подсознания золотой новую программу. Я устремляюсь к своему качеству жизни. И мне всегда помогают силы света. И я всегда знаю выход из любой ситуации. Потому что меня ведут. Потому что меня впечатляют. И потому что меня всегда удерживают в высоких частотах. И в новом времени или безвременье. Это программа. Она записана на золотой диск подсознания. И я более спокойно прохожу как свои экзамены, так и завершаю старые программы трехмерного мира. Если вы думаете, что вы закрыли трехмерные программы, сразу настанет золотой век, то это ваше состояние. Ваше состояние будут пятимерными. А золотой век уже в проявленном мире материи произойдет тогда, когда соберется критическая масса новых пятимерных энергий и произойдет полный выворот в пятимерное пространство. Ждать этих состояний не нужно. Спешить нам с вами некуда. Пусть все вокруг спокойно завершают свои трехмерные опыты проживания. Кто этого действительно желает? Пожалуйста, желайте всем мира, любви, благополучия. Светите, радуйтесь, наслаждайтесь пятимерными энергиями. Еще раз зафиксирую ваше внимание на том, что выход из любой ситуации в качество вашей жизни всегда есть. Продолжение следует...